У нас вот типичная ситуация, да, для наших русских людей. Мы только приехали сюда снимать, вот Андрею коллегу позвонил, говорит, уже все там положительно рассматриваются, готовы выделить. И людей начинаешь спрашивать, как вот вам, да, то, что прекратили финансирование. Да ничего страшного, да можно самим убрать, да можно самим скинуться покосить, да можно вот там самим подежурить, все можно сделать самим. Безусловно, на хрена мы налоги платим тогда государству, чтобы все делать самим. Вот просто политика людей наших, вот заключающаяся именно в том, что можно сделать самим, да, она и приводит к тому, как мы сейчас живем. Потому что управляющие компании плохо убирают, давайте сами уберемся. Дорожники плохо делают, выполняют свою работу, не выделяют деньги или делают говно какое-то на дороге, да давайте сами как бы дырки заделаем. А на самом деле нужно учиться не самим за кого-то делать, а за тех, кому мы платим налог, кому мы платим деньги, да. Нужно учиться требовать людей, заставлять их ответственных, людей обязанных что-то делать, чтобы они выполняли свою работу. Люди с одной стороны недовольны и говорят, жалуются, сетуют постоянно, что вот какая плохая жизнь, какая-то неустроенность, еще что-то. А с другой стороны все время оправдывают, ну да, 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 там чиновникам, ну им там на лишнюю дачку или на какой-нибудь там членовоз надо денег на вертолет губернатору. Пожалуйста, как бы, а тут мы сами, сами траву покосим, сами мусор уберем, сами скинемся деньгами на спасателей. Привет, дорогие друзья, мы с Андреем Мордасовым, журналистом и депутатом Сергея Упасада, приехали на городской пляж к Лесному озеру, чтобы снять репортаж о его состоянии и о том, что местные власти, ну фактически просто перестали финансировать его благоустройство. Сейчас Андрей расскажет подробнее, как человек, который погрузился в эту тему. Привет, друзья. Действительно, на прошлом комитете по бюджету один из наших коллег задал вопрос, значит, в связи с сокращением финансирования, будет ли финансирование в этом году благоустройство пляжа лесной. Расскажу, что такое благоустройство и на что выделяется финансирование. То есть это самые необходимые работы, это привоз песка ежегодно, это обследование водолазами дна пляжа, это работа спасателей, чтобы они здесь, вот эта будка есть, есть вышка, значит, это покос травы, это уборка, вывоз мусора и договор на вывоз мусора. Вот эти те самые работы, которые ежегодно финансируются. Нет, балки, грязь, кирпичи, там по-любому какие-то бутылки там валяются. Надо обследование произвести, потому что дети заходят, режут ноги постоянно, там, я не знаю, повреждаются, там и прочее, прочее. То есть, ну, надо песочек сюда завести, чтобы он, так сказать, покрыл и было комфортно, чтобы люди могли и сесть, и лечь, и дети кулички что-то полепить, потому что, ну, вот смотри, ну что-то, что тут, уже трава пробивается. И я все-таки маленькую сноску для любителей покомментировать, типа, да, люди сами свиньи, они это заслужили, как бы, да, сделаю. Не все люди свиньи, не все люди заслужили, потому что те люди, которые ранятся, да, ранят свои ноги, не факт, что это именно они кидали, да, там, эти бутылки, склянки, обычно это какая-то маргинальная часть общества загаживает пляж, но она, естественно, не является большей частью, вот, и все из-за них не должны страдать, естественно, вот. И так как мы являемся все налогоплательщиками, большая часть людей, мы должны рассчитывать на, не знаю, более качественное отношение, чуткое отношение чиновников поставленных рулить нашим бюджетом к нам и к нашим интересам. Значит, особая, очень важная тема спасатели, потому что мы, вот, посмотри, сейчас, то есть, рабочий день, людей реально много. В выходной день, в хороший, здесь до тысячи, до тысячи пятисот человек просто негде, вот люди доверха лежат. И поэтому тема безопасности, тема спасательная, она очень актуальна. Вот есть здесь спасательная вышка, они, она полностью оборудована, здесь есть спасатели, есть у них громкоговорители, электричество, лодка, бинокль, то есть все есть, но нет сейчас спасателей. А вот нет финансирования. Нет финансирования, да. И мы знаем, что каждый год у нас печальный случай, люди тонут, но тонут не на пляже, тонут где-то в той стороне, это где-то там пьяные, где-то ночью, но спасатели свою денежку отрабатывают. Люди у нас на пляже не тонут. И не хотелось бы, чтобы что-то поменялось в этом плане. Но видно, что пляж как бы грязный. Неухожный. Неухожный, да. Ну вот для дикого места, ну то есть, грубо говоря, для какого-то, не знаю, это было бы нормально, но это городской официальный пляж, чтобы вот. Мне бы своих детей было страшно, если бы спать. Ну, я помню, я помню городской пляж в Анапе, мне кажется, он гораздо грязнее, чем здесь. Да. Ну я была на обычных пляжах, и мне кажется, что это не норма. Но на Клязьминском водохранилище, на Клязьминском водохранилище пляж почищу, мне кажется. Бывает бы уже. Нет, сейчас просто, когда мы приехали репортаж снимать, звонит Андрею, его коллега. Почему отказались-то? Почему отказались? А бюджет порезали, да, сказали, уменьшили все бюджеты, и начали резать самые, так сказать, бесполезные. Добровольцы, субботники, я думаю, никто не откажется. Это два субботника провели. Ну кто за свои деньги привезет сюда песок или поставит, будет платить зарплату спасателей? Песок спасателей, да, траву вот эту, слушай, окашивали. Мусор же, урны, помните, здесь стоят? У кого всегда по две урны стоят, у кого каждый год стояли. Урны все скинутся, принесут, но как бы, я думаю, народ, по идее, не такой уж и пофигист. Вот знаете, сейчас какая будет реакция? Вот мы с Андреем сюда приехали, уже узнали его коллеги, да, позвонили главе, глава сказала, ладно, выделим все-таки 2 миллиона, да, как раньше, сделаем. Сейчас они посмотрят, люди скажут, блин, да и так тоже можно жить, да мы с вами можем. Не постыдываться, как бы, не так на все. Я вчера запустил голосование, все-таки интересно было узнать, насколько актуальна тема, потому что, может быть, сейчас все где-то отдыхают в каких-то там, собираются за границу, может, на Черное море, может, неактуально. Там более тысячи человек проголосовали и 90% говорят, что, блин, надо выделить денежку. То есть тут не какие-то огромные деньги, я хочу сказать, то есть это порядка, там, полтора-два миллиона это на озеро Лесное и на озеро Загорское. Вот, и, значит, ну, я решил, как бы, не просто вот написать там негатив, сказать, какая там власть, а вообще поинтересоваться, какое мнение главы. Потому что, ну, понятно дело, что, наверное, какие-то крупные проекты, когда там вылетает школа или какое-то асфальтирование дороги, может, глава знает. А тут все-таки интересно понять, ну, как полтора-два миллиона, это те самые деньги реально, чтобы поймать такой страшный негатив на администрацию, это и в том числе на правительство области. Поэтому я сегодня позвонил одному из своих коллег, говорю, который общается с Михаилом Юрьевичем, хорошо, я говорю, ну, как бы, вы объясните, я говорю, вот такие аргументы. Я говорю, придется деньги выделить все равно, мы готовы, как депутаты, там, жители прийти с субботником сделать, уже два субботника, кстати, жители в этом году провели, молодцы, ежегодная традиция хорошая. Значит, и вот пока мы снимали репортаж, мне позвонили обратно, то есть меньше часа прошло, говорят, Михаил Юрьевич рассмотрел аргументы, да, действительно, как бы, принято решение. В этом году деньги на богоустройство пляжа Озеро Лесное снова выделить. Я вот что хотел еще добавить. Мне кажется, вообще не надо эту тему озвучивать, что можно там вот власть сейчас будоражить и давать им какую-то зацепку. Андрюха, вот ты про что сейчас? Про то, что кто-то говорит, да мы сейчас сами тут субботник скинемся. Не надо, наоборот, надо. Да лучше пусть, пусть они не выделят эти деньги, если вот они передумают, залупятся, блин, да, и народ будет вот так вот дальше, как бы, да, ну, не знаю, мучатся, грубо говоря, да, но понимать, что пока он не будет требовать, пока вот просто... А представляешь, как будет, представляешь, как было бы глупо и бесполезно просто сделать звонок и убедить, не знаю, там, коллег или главу, выделить деньги, сделать благо для людей, не сказать им об этом, чтобы они просто подумали, что это само собой разумеюще, что если просто власть о них так думает, как бы, да, а не потому, что власть боится быть, так скажем, ну, скомпрометированной, там, или боится каких-то, там, проблем, да, с людским негодованием, блин, не будет никакого людского негодования, если мы не объясним людям по-нормальному ничего.